Ивановскую область с рабочим визитом посетил член ЦИК России Евгений Калюшин. В регионе он провел два дня и поделился с журналистами своими наблюдениями. По его мнению, подготовка к выборам проходит очень спокойно, несмотря на то, что в них участвует рекордное количество партий – 20. Идет своего рода эксперимент. Всплыли на политическую арену партии, которые буквально несколько месяцев тому назад были созданы. У нас нет региональных партий, все партии федеральные, но они могут иметь, могут не иметь отделения в том или ином субъекте. В общем списке есть даже партия против всех. Такое положение вещей с точки зрения здравого смысла Евгений Калюшин назвал полным абсурдом. А если 100% избирателей проголосуют за список вашей партии, то это ведь будет означать, что и против ваших кандидатов люди тоже проголосовали. Как же вы будете получать депутатские мандаты? Евгений Калюшин в рамках своего визита пообщался с представителями партии. На встречу пришли 17 из 20 представителей политических сил. Члена ЦИК удивила, что интерес к его визиту не проявила партия власти. Именно на нее большей частью поступали жалобы. В частности о том, что агитационные материалы «Справедливая Россия», за которые были заплачены деньги, удалились с рекламных счетов под предлогом размещения социальной рекламы. Под видом социальной рекламы там появилась реклама Народного фронта, то есть практически Единой России. Ну вот сейчас комиссия будет разбираться с юридической стороной дела, но в любом случае осадок очень большой остается. Именно вот эти счеты, на которых были размещены агитационные материалы, они почему-то понадобились в последние дни избирательной кампании для размещения вот этой социальной рекламы. Такие вещи не способствуют укреплению доверия к выборам. Жаловались кандидаты на полицию, которые встречи с жителями во дворах приравнивают к митингам и требуют разрешения на их проведение. Полиции, конечно, тоже надо действовать в разумных пределах. Если размещают палатку, то да, об этом надо уведомлять. Это уже пикет. Но если кандидат встречается с небольшим количеством избирателей, то на эти мероприятия никакого уведомления не надо. Видеокамер на избирательных участках и КАИБах на выборах в Ивановской области не будет. Это дорогое удовольствие. Кроме того, КАИБы не рассчитаны на новый формат бюллетеней А3. Евгений Николюшин сообщил, что после сентябрьских выборов избирательное законодательство в политических партиях, скорее всего, будет пересмотрено. Чтобы не бросаться из одной крайности в другую. От нескольких партий к нескольким десяткам политических партий.